На этих записях, которые мы видим из Лондона, где вы ходите, в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовочках, по Солсбери, это вы? Да, это мы. Что вы там делали? Ну, друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Солсбери? Да. Прекрасный город? Да. Там есть знаменитый собор, Солберевский собор, он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Кстати, с собора должно быть очень много фотографий, которые должны были, да. Которые должны были показать. Вы же фоткались, наверное, с собой? Наверное, показать с ней. Конечно. Фоткались. Мы сидели в парке, мы сидели, пили кофе, мы заходили в кафе, пили кофе, мы гуляли. Мы гуляли, наслаждались вот этой вот английской готикой, вот этой красотой. Этого не показывают, показывают только наше нахождение на вокзале. Покажите нам эти фотки, мы покажем. Наши на вокзале. Баширов и Петров рассказали также, чем они занимаются. Они мелкие предприниматели. Подробности мужчины предпочли не разглашать. Из-за шумихи могут пострадать их сотрудники и партнеры. Впрочем, все же Александр и Руслан были вынуждены признаться, работают они в фитнес-индустрии. Вы на этот ответьте. Вас обвиняют правоохранительные органы Великобритании, что вы работаете в ГРУ. Да, это, наверное, самое страшное. А где вы работаете? Вы взрослый мужчина, вы должны на что-то жить. Мы предприниматели средней руки. Когда вы говорите, мы в ГРУ не работаем, но про бизнес тоже не расскажем, у меня возникают вопросы, а у аудитории возникнут вопросы, что если вы не работаете в ГРУ, вы не шпионы, вы никого не травили, вы просто туристы. Чем вы занимаетесь? Ну, если вкратце, это фитнес-индустрия. Ну, Александр Петров и Руслан Баширов назвали ситуацию вокруг них фантастичным и фатальным совпадением. Они заявили, что опасаются за свою жизнь и безопасность своих близких. Их имена и лица сейчас на всех телеканалах и на первых страницах газет. Александр и Руслан призвали британское следствие извиниться перед ними. После того, как наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать. Куда нам идти? В полицию, в следственный комитет, в посольство Великобритании. В ФСБ пойти. В посольство Великобритании зачем? Ну, просто мы в таких непонятках, что нам делать? Куда нам сунуться, что алло, люди? Знаете, когда полностью жизнь перевернулась и вытряхнулась, ты не понимаешь, что тебе делать. И куда пойти? И как многие пишут, говорят, почему мы будем не прийти в посольство Великобритании, не объяснить это все. А вы читаете, да, что про вас пишут, говорят, смотрят? Нет, не читаем. Конечно, читаем. Конечно, читаешь. Потому что... Мы на улицу выйти не можем. Мы боимся. Мы опасаемся. Чего? Мы опасаемся за себя, мы опасаемся за жизнь, мы опасаемся за близких, мы опасаемся за тех людей, которые нас знают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!